Здравствуйте! Вместе с вами программа «Саундтрек. История песни» и ее ведущий Виктор Клуценко. В конце 1997 года на экраны кинотеатров мира вышел фильм, который произвел такой фурор, что, наверное, нет человека в те годы не видевшего этой картины и не слышавшего заглавной песни. Кстати, ее до сих пор можно услышать на разных радиостанциях. И когда я назову имя певицы Селин Дион, то, я думаю, вы догадаетесь, что речь идет о фильме «Титаник». Мне довелось посмотреть его весной 1998 года в Хорватии. И я не ожидал, что в кинотеатрах будут такие большие очереди, а выходящие со слезами на глазах зрители после просмотра удивляли не меньше. Это история одной из крупнейших морских катастроф в мире. Апрель 1912 года. Из портового города Саут-Гэмптон в Англии отправляется через океан самый большой в то время корабль «Титаник». В первом и последнем плавании на «Титанике» встречаются двое молодых людей. Пассажир нижней палубы Джек, его сыграл Леонардо Ди Каприо, выиграл билет в карты. А богатая наследница Роза, в ее роли Кейт Уинслет, отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера. Знаменитому режиссеру Джеймсу Кэмерону удалось не только масштабно показать кадры тонущего судна, но и передать всю палитру чувств как главных героев, так и других пассажиров, уходящего в последний путь корабля. «Титаник» вышел на экраны 19 декабря 1997 года. Его похвалили за визуальные эффекты, игру актеров, особенно Ди Каприо, Уинслет, Стюарта, производственные ценности, режиссуру, партитуру, кинематографию, сюжет и эмоциональную глубину. Он был номинирован на 14 премий «Оскар» и получил 11, включая лучший фильм, лучшую режиссуру. «Титаник» стал первым фильмом, достигшим в первоначальных сборах от показа отметки в миллиард долларов. Это был самый кассовый фильм всех времен, пока следующая картина Кэмерона «Аватар» в 2009 году не превзошла его. Я не буду рассказывать подробности создания фильма, об этом информации более чем достаточно. Лучше остановимся на феномене песни «My heart will go on», которая переводится на русский язык как «Мое сердце никогда не перестанет биться» или в более литературном варианте «Я буду любить тебя вечно». В истории кино нечасто бывает так, что саундтрек становится таким же популярным и легендарным, как и сам фильм. «My heart will go on» за главный трек к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник» в исполнении Селин Дион стал классикой. А мог бы остаться просто демо-версией в студии и не попасть в киноленту. Когда Джеймс Кэмерон обратился к композитору Джеймсу Хорнеру с просьбой написать музыку для «Титаника», он хотел заказать только инструментальную партитуру. Продюсеры посчитали, что вокалист влетит им в копеечку, бюджеты так переваливал за 200 миллионов долларов. Хорнер же был убежден, что его мелодия может превратиться в песню и доверил текст Уиллу Дженнингсу. «Я хотел, чтобы он, саундтрек, стал вневременным, но когда вы добираетесь до финальных титров, слышите репризу, набор старых мелодий из фильма, я чувствовал, что реприза – последнее, чего я хочу. Требовалось что-то другое, элегантное, со вкусом и современное», – рассказывал Хорнер. Сложно недооценить вклад автора текста Уилла Дженнингса в создание «My heart will go on». Ему принадлежит идея о том, чтобы в стихотворной форме рассказать историю любви в ретроспективе. Баллада должна была транслироваться от лица женщины, бывшей пассажирки «Титаника», которая на закате жизни погружается в воспоминания. Она понимает, что в изменчивом потоке жизненных перипетий есть место чему-то незабвенному, настоящему, чувству, которое не растворяется в зыбких песках неумолимого течения времени. Несмотря на трогательные стихи, «My heart will go on» – это все же мощное инструментальное сопровождение, намеренно акцентированное авторами. В записи использован акустический и электронный формат звучания духовых, флейты в частности, и струнных инструментов. Оркестровая аранжировка придает композиции эмоциональную глубину и драматизм, который идеально соответствует трагической сюжетной линии фильма. Когда песня была готова, для Хорнера, талантливого музыканта и не чуждого романтическим проявлениям человека, стало очевидно, исполнять ее должна непременно Селин Дион. В этом вопросе композитор был готов идти напролом. «Не будет Селин, не будет песни». Селин Дион, полное французское имя Селин-Мари Клодет Дион, родилась в 1968 году во франкоговорящем регионе Канады. Уже в подростковом возрасте она стала популярна в своей провинции и успела выпустить несколько альбомов на французском языке в 80-х годах. В 1988 году певица выиграла на Евровидении, представляя Швейцарию. Со временем она выучила английский язык и заключила контракт с одной из студий и переехала жить и продолжать карьеру в Соединенные Штаты. В 90-е она получила уже мировую известность благодаря первым альбомам на английском языке. Но альбомы на французском она не забросила и стала очередовать их с англоязычными. За свою творческую карьеру она успела получить пять премий Грэмми и до сих пор Селин Дион остается одной из самых популярных в мире. Композитор решил продемонстрировать мелодию певицы, но это было опрометчиво. Дион вспоминала, что когда услышала песню в исполнении самого Хорнера, та показалась ей ужасной. Настолько, что певицу пришлось долго уговаривать ее мужу и продюсеру Рене Анджелилу. Неудивительно, что к записи Селин Дион подошла без особого энтузиазма. Даже позволила себе выпить чашечку кофе, чего во время сессии никогда не делала. Единственное, что помогло певице как-то почувствовать песню – спойлеры от композитора. Он пересказал самые трогательные и трагичные эпизоды фильма. Про старую пару, решившую умереть во сне, взявшись за руки. Про обреченную мать, поющую дочери, последнюю колыбельную. Дион сделала всего один дубль. Но Хорнер был целиком доволен и этим. Стоит отметить, что во время записи песни в студии было установлено особое освещение, чтобы создать атмосферу, которая помогла Селин Дион войти в нужное строение и передать всю глубину эмоций в своем исполнении. Дион настолько разволновалась во время записи песни, что у нее начался приступ паники. Однако она продолжила петь, и ее исполнение стало легендарным. Когда демоверсия была записана, появилось очередное препятствие в виде получения одобрения со стороны режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона. Тот, в свою очередь, изначально был категорически против того, чтобы песню исполняла известная певица, которая в дальнейшем будет ее петь самостоятельно, включит в свой альбом и превратит в коммерческий проект. «Фильм достаточно большой, имеется в виду масштабность проекта. Мне не нужно еще что-то большее, никакой звезды», так говорил режиссер, не собиравшийся завершать фильм-катастрофу попсовой песней. Хорнер умолял Кэмерона пойти ему на уступки и просто один раз прослушать записанное демо. Имени Дион композитор не упомянул ни разу. Ему пришлось четыре недели носить кассету в кармане, ожидая, когда у режиссера будет хорошее настроение. Внезапно Кэмерону понравилась версия с голосом Дион, и он согласился. Как пишут кинокритики, песня появилась в фильме исключительно потому, что Мэтр в один момент ясно осознал, что она станет мощнейшим катализатором, который в миллионы раз усилит эмоциональный посыл всей картины. И такой момент настал на предварительном просмотре, когда смонтированная лента была продемонстрирована узкому кругу. Селин Дион была приглашена на показ вместе с супругом. Когда шли заключительные титры, певица была вся в слезах. «Как вам фильм?» – спросил режиссер. «Ответом ему был смятый бумажный платок, превратившийся в клочки от того, что был насквозь пропитан слезами. Сомнений не оставалось. «My heart will go on» останется в «Титанике», ибо она овладевает сердцами. Композиция стала одной из самых успешных песен в истории, получив множество наград, включая «Оскар» за лучшую песню к фильму. «My heart will go on» стала иконой не только для фильма «Титаник», но и для музыкальной индустрии в целом. На счету Селин Дион без малого 30 студийных альбомов и саундтрек к диснеевскому мультфильму «Красавица и чудовище» 1991 года, а публика непреклонно требует «My heart will go on». Певица повинуется и исполняет ее на бис на каждом концерте. К слову, аранжировка не менялась с 1998 года. Как Джеймс Хорнер свел трек на студии, так он и звучит до сих пор. По поводу клипа Селин особо не переживала, просто перебила гламурное выступление кадрами из фильма. «Титаник» собрал в прокате более 2 миллиардов долларов, а саундтрек принес певице народную славу. Композиция «My heart will go on» получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню и 4 премии Грэмми в 1999 году. Альбом «Let's talk about love», в трек-лист которого она вошла, был продан тиражом 31 миллион копий по всему миру. И спустя 26 лет после выхода фильма «My heart will go on» по-прежнему остается одной из самых знаковых песен такого жанра. Композиция «My heart will go on» «Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on». «Far across the distance and spaces between us You have come to show you, go on» «Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on» Once more you open the door Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I hold you And my life will always go on Near, near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here There's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on My heart will go on and on My heart will be and on With the courage of a child And my heart will go on and on And I know that my heart will go on At least sometimes I know that I know that my heart But I'm afraid of You are that my heart will go on